Здравствуйте, уважаемые соотечники! Сегодня я хотел бы подвести итоги за тот период, с которого я не выступал в эфире, около недели. Рассказать, какие события происходят в нашей стране и в соседних странах. И вообще, какие события произойдут, исходя из того, что происходит в мире, в нашей стране. Итак, мы все становимся свидетелями очень важных событий, которые происходят в России, в частности в Хабаровске. Видно, что протест каждый днем нарастает. В последний раз в субботу выходили хабаровчане, и на акции протеста вышло около 100 тысяч человек. Но в связи с тем, что Путин назначил нового губернатора вместо назначенного фургала, протесты расширились, люди возмущены, они возмущаются, они возмущаются тем, что Москва не слышит регионы. Вы, наверное, помните, как было в 1986 году, когда мы были в Едином Советском Союзе, и когда Москва бесперемонно также назначила своего представителя из Благоградской области, поставить его руководить Казахстаном. Это был Ковин, и он заменил Кунаева. И тогда возмущенная молодежь вышла на площади города Алматы. Сейчас, по сути дела, в Хабаровске очень близкая такая ситуация. Конечно, она отличается тем, что губернатора народ выбирал не так, как Казахстан. Это был тоже назначение Кунаев, Москвы. И вот в этой связи в Хабаровске начались протесты, они расширяются. И, как вы видите, выходят десятки тысяч, и полиции там не видно. Более того, Коваровщане обращаются ко всем гражданам России с просьбой поддержать. И уже эта поддержка ощущается по всей России. Вышли на процесс в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Краснодаре. И этот процесс расширяется. Очевидно, что осенью все это будет набирать силу. Но для нас еще очень интересно и важно то, что происходит в Белоруссии. В Белоруссии вообще была очень такая зажатая страна, где диктатор Лукашенко действовал даже жестче во много раз, чем на султан Азербайя. Там, в период Лукашенко, 26-летнего правления, были организованы некие бригады, которые крали лидеров оппозиции, выкрадывали и похищали тех людей, которые были против режима. Извините, здесь микрофон у меня, оказывается, отсоединился. Очень плохо было слышно, извините. Одним словом, Лукашенко один из таких последних диктаторов Европы. И его называют очень жестоким диктатором, который организовывал убийства, похищения людей. И список обвинений к нему огромный. И вот, в той стране, именно в Белоруссии, где, казалось бы, протесты невозможно организовать, где шло мощнейшее подавление оппозиции, где любой выход на улицы сразу карался посадкой в тюрьму, сейчас все изменилось. 9 августа в Белоруссии выборы президента, и Лукашенко допустил, по сути, одну единственную представительницу от оппозиции, Тихановскую, мужа которого посадили, за то, что он был противником режима Лукашенко. И вот теперь мы свидетели, что Светлана Тихановская набирает огромное количество сторонников, десятки тысяч людей выходят на улицу в ее поддержку. В Минске, в таком же по размеру городе, как Алматы, около двух миллионов человек там проживает, на улице города вышли более 60 тысяч человек. Представьте себе, если на улице Алматы выйдут более 60 тысяч человек. Вы понимаете, что фактически в тот же день режим Назарбаева падет. До 9 августа, возможно, Лукашенко опять фальсифицирует итоги выборов и покажет формальное, что он выиграл. Но с учетом того, что десятки тысяч людей выходят по всем городам Белоруссии, видно, что таким образом он уже не сможет продлить свой режим, свою власть. Сейчас у Лукашенко плохие отношения и с Путиным. Одним словом, он для всех неудобен. Более того, Путин надеется поставить своего представителя президентом страны и оставить в Евразийском Союзе Белоруссии уже более, скажем, гибким и послушным президентом. Но на самом деле это бесполезная затея. Путин действует по старинке, по советскому. Он думает поставить своего наместника, все изменится. Нет, белорусский народ уже сделал свой выбор. И подтверждение тому, что десятки тысяч людей выходят на улицы, и они требуют оставки именно диктатора Лукашенко и другого любого, даже более мягкого диктатора народ Белоруссии уже не потерпит. Меня многие спрашивают, а как так получилось, что именно вчера, казалось бы, подавленная Белоруссия не имела никаких шансов на изменения, а вдруг сегодня в Белоруссии начались такие мощные процессы. Я хочу сказать, что здесь накладывается очень много факторов. В первую очередь то, что народ уже устал от Самодура Лукашенко. Большое количество, миллионы белорусов работает в Европе. Это страна, которая граничит с Европейским Союзом. И люди свободно попадают в Польшу и видят гигантскую разницу между демократической и диктаторской страной. Что бы он там ни говорил, ни хвастался своей промышленностью, она отсталая, любая. Дороги невозможно сравнить с Европейским Союзом. Уровень заработной платы ничтожен. И не случайно десятки тысяч людей выходят на улицы, они требуют смены этого политического режима. Вы вчера видели, как Лукашенко выходил с неким посланием. Он болен и выглядел жалким, истеричным. Звал к народу и говорил, что я вас скормил своей грудью. Вы видите, как себя ведет диктатор, когда ощущает силу народа. Многие из вас считают, что на каждого жителя страны приходится по два полицейских. И вы боитесь, боитесь силовых структур, на самом деле которых по всей стране, способных защищать режим на султана Назарбаева, не наберется даже 30 тысяч против 18-миллионного народа. Вот она реальная картина. И мы видим приблизительно такую же картину Белоруссии, когда нынешний уже жалкий президент Лукашенко вспоминает о неких своих успехах. Говорит, что он сделал вклад в развитие страны. Он жалуется, что его предают. Вы видите, какой он напуганный. А напуган он, потому что на улицы страны выходят десятки тысяч людей, скандируют, уходи, Лукашенко. Саша 3% они его называют. То есть 3% тех людей, которые, может быть, поддерживают Лукашенко. И то вряд ли. И он видит, что в рядах силовых структур уже назревает предательство. И поэтому мечется, не знает, что делать. Вот, собственно, такая ситуация в Белоруссии. И даже если он фальсифицирует итоги выборов, белорусы уже не дадут ему остаться у власти. Через какое-то короткое время режим Лукашенко падет окончательно. Вот, собственно, вот такие события приводят к тому, что режим Назарбаева сейчас напуган. Действует очень жалко и испуганно. Действует грубо. Действует так же, как в предыдущие годы, когда единственным инструментом влияния на наш народ являются репрессии. 8 августа в Талабкере, это около Астаны, активисты активно строят дом. И ожидается, что скоро будет построен этот дом. Буквально остались считанные дни, когда дом будет сдан. Этим активисты показывают, что режим, вчера убивший Дулата Гадзила, и оставив семью из шести детей без отца, без кормильца, граждане нашей страны показывают, что они могут обедняться, могут помочь, могут помочь семье построить дом. Сегодня они строят дом, завтра они построят новую демократическую страну. Вот именно это очень сильно пугает режим. Именно поэтому режим любым путем старается помешать, чтобы этот дом был достроен, чтобы люди пришли и показали свою силу. 8 августа семья Дулата Гадзила объявила об Ассаре. Объявила об Ассаре и пригласила граждан нашей страны поприсутствовать на этом мероприятии. И режим Назарбаева препятствует этому. Сейчас задерживают активисты по всей стране, которые участвовали на Ассаре, которые намереваются приехать, задерживают людей в аэропортах, задерживают машины, не пускают именно, чтобы наши активисты появились на Ассаре, чтобы они не могли продемонстрировать свое единство, свою силу. И действуют стандартно репрессии. В Уральске группа активистов была задержана и размещена в провизорский центр, якобы для того, чтобы определить, есть ли у них коронавирус. Представляете, какие грязные методы применяет режим. И сейчас около 100 активистов задержано, кого-то посадили на 15 суток, на 5 суток, на 10 суток. И кого-то оштрафовали. Есть случаи, когда некоторые активисты пропали, и родные не могут их найти. Но очевидно, что такого рода методы репрессии только ожесточат наших людей. Уже изменилась ситуация. Если еще год-два года назад можно было запугивать активистов, то ситуация сейчас поменялась. Люди настроены очень жестко, и всеми такими действиями режим только приближает свой скорый конец. Только такими действиями режим приближает свой конец. Поэтому, уважаемые друзья, мы должны сейчас решительно действовать. Должны решительно действовать, но не так, чтобы кто-то из вас попал на 10 или 15 суток в тюрьму. Не так, чтобы вас могли задержать, задержать, посадить, оштрафовать. Нет, уважаемые друзья, сейчас пришло время уже действовать по-другому. Сейчас очень сильно изменилась ситуация. В чем прошли и произошли перемены, зададите вы мне вопрос. А в том, что после нахождения наших граждан в карантине пелена с глаз совпала у сотен тысяч, у миллионов. Я каждый день общаюсь в прямом эфире с ячейками. Десятки людей выходят на прямой эфир со мной. Я могу сказать следующее. У всех ясное понимание, что с этим режимом нам не по пути, что невозможно добиться никаких перемен, что наша нация в опасности. Это понимают практически все. И обязательно в этой ситуации люди, безусловно, находятся, которые понимают, что надо что-то делать. Что делать? Я знаю, что сейчас режим напуган, и поэтому стягивает полицейских, в частности, в Акмолинской области. Сегодня пришла информация. Дополнительно около 500 полицейских размещаются в Астане. Они будут жить в палатках. И это просто говорит о том, что режим предполагает, что возможен какой-то некий штурм от Орды. Активист Асхаджик Сибаев из Талабкера сообщил, никакого митинга не будет, никакого штурма не будет. В Талабкере будет проведен поминальный ас. А в Талабкер приглашаются люди, чтобы участвовать в Астаре и все. Поэтому я обращаюсь к председателю комитета национальной безопасности Кариму Масимову. Карим, ты не пугайся. Я понимаю, тебе страшно. Ты видишь, что происходит в Хабаровске, что происходит в Белоруссии. Не пугайся. Никакого штурма Ахарды не будет. Вы можете пока, я подчеркиваю, пока еще сидеть. Но вам осталось недолго. Что нужно сделать, уважаемые друзья? Что нам нужно сделать, чтобы режим буквально был сменен в течение нескольких месяцев? Во-первых, нет необходимости сейчас вступать в какую-то перепалку или столкновение в разных городах нашей страны. Мы должны мобилизоваться и организоваться. Мы должны стать сильнее. Ну, представьте себе, что в Алма-Ате, в Астане не более трех тысяч полицейских. В Шемкенте всего лишь тысяча. в миллионном городе. Соответственно, в областных центрах по 500-700 полицейских. Нам необходимо получить численный перевес. Минимум десятикратный. А желательно двадцатикратный. И только в этом случае мы добьемся успеха. Что нужно сделать, чтобы добиться результата. А именно смены этого политического режима. Уважаемые друзья, я сегодня и вчера все эти дни вижу призывы к митингам 8 августа. Я вижу, что провокатор власти Мамай свободно прилетел в Алма-Ату. Хотя наших активистов, которые настроены против этого политического режима, задерживают в аэропортах, останавливают машины, препятствуют любым путем. А Мамай свободно приехал в Астану на самолете. Уважаемый Жасаралу Конышалина, который хотел пару дней назад улететь из Алматы в Астану, не пустили. В аэропорту его задержали. Поэтому вы видите, что этот режим просто разоблачает своих ставленников типа Мамая. И вот представители Мамая приходили в Талабкир и предлагали, что якобы давайте мы 8 числа выйдем на митинг. Что нужно власти? Власти нужно, чтобы мы сейчас малыми силами каким-то образом выходили на акции протеста. Они задерживали были людей, штрафовали и все прочее. И таким образом сбивали протестный настрой наших активистов. Мы не должны идти на поводу власти. Для того, чтобы добиться успеха, нам нужно получить численный перевес, нам надо стать более организованной силой. что для этого нужно сделать? Ячейки, ячейки, ячейки. Каждый день мы разговариваем с лидерами ячеек, мы видим, что этот объем нарастает. Я с большим трудом справляюсь с этим потоком организованных именно оппозиционных ячеек. Я хочу привести пример, например, Алматы и Астана и Шимкент. Вот представьте себе, что если в этом городе, в каждом из них, мы создаем тысячу ячеек численностью по 5 человек в каждой ячейке, значит, мы имеем 5000 подготовленных людей, 5000 людей, понимающих, что мы строим парламентскую республику, 5000 граждан, которые понимают, что завтра эта власть будет контролироваться народом. Всего лишь 5000 человек в миллионах городах Алматы, Астана и Шимкент. Неужели в наших таких крупных городах не найдется 5000 организованных граждан, которые четко понимают, что делать? Нет, конечно, уважаемые друзья, вы все прекрасно понимаете, что таких людей десятки тысяч. И поэтому наша задача создать всего лишь тысяч ячеек. Но как сделать так, чтобы это произошло очень быстро? Очень просто. Нам нужно 200 лидеров в каждом из этих городов, которые в состоянии за несколько месяцев создать всего лишь 5 ячеек. То есть приблизительно 25 человек этим лидерам нужно привести, создать ячейки. 25 человек это всего лишь 5 ячеек. Каждый такой лидер может создать 5 ячеек за 2 месяца, всего лишь за 2 месяца. А если мы за 2 месяца создаем тысячу ячеек, численностью, общей численностью 5 тысяч человек, значит мы можем объявить митинги в этих крупных городах и 5 тысяч человек приведет за собой минимум 3-5 человек. 20 тысяч человек единовременно выйдет в крупных городах и когда такая масса выходит на протест, к ним присоединяются все те, кто сидит на скамейке, снимает с телефона и говорит я просто здесь мимо проходил. Вы понимаете, что тогда мы мобилизуем огромную массу людей, которые будут взаимодействовать со штабом и четко будут действовать в соответствии с нашим пониманием. Как сменить режим? Мы просто придем в Ахарду, придем в Акиматы, займем их здание и режим в тот же день падет. Поэтому уважаемые друзья, я призываю вас не идти на какие столкновения. Я знаю множество активистов, они не боятся тюрем 10-15 суток и больше. Они готовы отсидеть, чтобы таким образом подать пример другим гражданам, сказать, что мы ничего не боимся, что наступило время, когда нужно все менять. Они готовы с собой пожертвовать? Нет, уважаемые друзья, в этом нет необходимости. Сейчас нам нужно мобилизовать силы, нам нужно добиться численного перевеса. И это возможно в Казахстане в условии тогда, когда режим гоняется за активистами фактически в подпольных условиях. И мы предлагаем этот механизм. 200 лидеров организуют всего лишь 5 ячеек за 2 месяца и такие крупные городах миллионников мы организуем по 1000 ячеек. Соответственно в областных центрах нам нужно всего лишь 200-300 ячеек численностью по 5 человек и лидеров всего лишь в областных центрах нужно по 50 человек. Тех лидеров, которые способны за собой повести 20-25 человек, создать ячейки, выйти на штаб, на наш штаб, начать прямой эфир с нами. Мы проводим подготовку, обсуждаем наши действия, что и как нам нужно развивать наши ячейки. Поэтому уважаемые друзья, я еще раз хочу сказать не отвлекайтесь, не вступайте ни какие-то перепалки с полицией, не призывайте, что 8 августа мы должны выйти на митинг. Сейчас наша задача мобилизоваться, сейчас наша задача накопить силы и мы ближайшие два месяца сможем этого добиться и стремительно добиться перемен. А именно буквально несколько митингов численностью 10 тысяч в крупных городах, 20 тысяч, затем по 50-60 тысяч и все. Буквально 3-5 выходов на такие митинги и режима нет. Многие из вас в социальных сетях сидят и комментируют, говорят вот казахи такие-сякие, ничего не могут, слабые и так далее. Перестаньте уважаемые друзья. Вчера белорусы буквально мне звонили говорили и завидовали что в нашей стране есть политические движения демократические выборы Казахстана у которых четкие программы ясное видение что делать. Очень много работы проводилось за рубежом и они все это видели и они говорили мне в Казахстане изменения произойдут раньше а потом наверное в Беларуси. Сегодня ситуация в Беларуси противоположная они впереди мы за ними. поэтому когда вы говорите что белорусы могут и смогли я хочу сказать что вчера они только мне звонили говорили что мы не можем а вы можете поэтому все в наших руках давайте объединяться объединяться в ячейки не вступать никакие мелкие стычки с полицией с комитетом национальной безопасности мы пришли сейчас в такую ситуацию когда практически вся страна настроена против действующего режима вся страна мы добились главного вся страна осознала что этот действующий режим гнилой проворовавшийся и у нашей страны нет будущего с этим режимом это огромное достижение считаю и осталось сделать второй шаг объединиться объединиться через ячейки и третье после этого организовать массовый выход на митинги по всей стране сейчас у нас много дел уже сделано мы сейчас создали большое количество ячеек осталось их увеличить и действовать поэтому уважаемые друзья выходите на связь выходите на связь со мной выходите на связь со штабом телефоны озвучены есть все реквизиты каким образом с нами связываться я хочу обратиться к бизнесу вы сейчас находите в тяжелейшем положении и с каждым днем ваша ситуация будет ухудшаться не пытайтесь отсидеться где-то в стороне мы построим свободную страну где будут возможности для развития и бизнеса и всего другого которые характерны для свободной и сильной страны подключайтесь к борьбе помогайте активистам финансируйте наши политические движения и мы завтра добьемся успеха Алга Казахстан